Так называемый децентрализованный или правильный рандом для блокчейнов еще начиная с первого ЙОСовского хакатона Я сейчас позже расскажу зачем это нужно и почему Fluence позволила нам эту идею реализовать скажем так в полной мере поскольку на ЙОСе есть ограничения по времени а VLS-подписи они требуют относительно много времени на выполнение а в случае Fluence этой проблемы нет Что такое VRF? Verifiable Random Function Зачем это все нужно? То есть первое что приходит в голову это всякие лотереи, игры и прочий гэмблинг но на самом деле рандом нужен и используется во многих алгоритмах которые требуют в том или ином виде выбора лидера и ну например там пуфа стейки требуют определения кто будет создавать следующий блок и алгоритмы эти они должны быть защищены от во-первых от DOS во-вторых от гриндинга ну там не знаю в посте есть стейк гриндинг проблема а затем рандом может использоваться для балансировки нагрузки для штабирования ну например если происходят какие-то платежи там мелкие платежи то вместо того чтобы сделать там тысячу платежей можно решить что просто на самом деле делается там один раз на тысячу но крупный платеж если у нас равномерный рандом то при стремлении на бесконечность это будет примерно одно и то же но при этом меньше транзакций да на счет шардинг то есть неотъемлемая вещь для реализации шардинга и можно даже задумываться над тем чтобы делать в отдельном кластере свой шард ну и наконец да самое очевидное применение это игры различные экономические протоколы мы делали ну простую рулетку как для примера ну и там понятно использование рандома что может пойти не так с генератором случайных чисел ну понятное дело что если у нас нету нету случайно меняющегося SIDA как это сейчас происходит то рандом известен наперед и участники могут подобрать свое поведение нужным образом наивная схема коммит-ревила когда типа накидали законеченной энтропии а потом начали ревилить и создали в итоге рандом вот такой рандао она страдает от DOS то есть если кто-то не ревилит то рандома нету обычно это лечится тем что там есть какое-то наказание какой-то слэшинг за это но опять же это как-то требует гибкости требует этой возможности от приложения которое использует этот рандом а там нет какой-нибудь экономики типа если он не заревилит не заревилит значит ему не надо и тогда там было трое а значит будут двое ты понимаешь как если ты понимаешь что если ты ревилишь ты проигрываешь то да тебе становится сразу не надо и ты как бы аккуратно забираешь деньги и уходишь а ты уже поставил ставку ты можешь разобрать да то есть если ты можешь организовать слэшинг то это решение ну хотя опять же то есть если нету рандома в принципе то ну да то есть могут твою ставку разве что там раздербанить ну и понятное дело что рандомы на основе параметров блока они могут подкручиваться майнерами ну и при этом надо понимать что им не нужно будет там сильно убиваться по этому поводу потому что там допустим если они имеют там относительно крупный стейк там типа десятую часть в какой-то игре то соответственно им нужно просто так пару-тройку четверку раз подкрутить рандом чтобы чтобы выигрыш выпал именно на их став а ты знаешь что такое майнинг это же это они убиваются чтобы хоть что-нибудь найти как они будут искать именно специальный кэш нет а если им доступна мощность такая что они могут любой кэш нам майнить это жесть не совсем так как только когда у тебя рандом это вообще как бы функция от многих рандом у меня главное что там участвует это хэш блок ну то есть хэш намайнинг хэш блок последний смотри куда он идёт дальше он у тебя идёт дальше как синт какую-то функцию из которой выпадает допустим там число от 1 до 10 потом участников 10 да прекрасно я неправильно смотри давайте поговорим об этом то есть проще говоря нет не стоит задача подобрать там одно на миллиард число обычно стоит задача один хотя бы один дополнительный шанс себе дать чтобы увеличить свои шансы на победу достаточно серьезно а какими свойствами обрадает VRF это во-первых равномерное распределение во-вторых невозможность его каким-то образом подкрутить чуть-чуть хотя бы там в одном вите ну это похоже на требование криптографической функции хаширования нельзя забросать или как-то иначе саботировать при условии того что обычно большинство из участников честные у него типичное условие там для тех же самых алгоритмов consensus мы использовали random на основе BLS подписи на основе casual варианта BLS подписи в двух словах как это работает есть какой-то набор пользователей они однократно делают процедуру distributed key generation создают специальные ключи для каждого из пользователей membership key называется вот эти все ключи это грубо говоря частички одного большого ключа соответственно есть публичный приватный общий ключ вот этой всей группы участников и профит основной у нас в том что они когда они подписывают какое-то число вот мы тупо берем там последовательный номер игры число там ноль один два три когда это подписывается вот этой общей общим ключом то получается на выходе что-то что-то рандомное вообще говоря но профит в том что как только наберется достаточное количество участников там допустим больше половины или больше двух третей то будет получен результат и при этом результат этот всегда один то есть там сколько бы дальше их не добавлялось результат всегда будет один до того как не набрано количество вот этих подписей называемых шарами до этого невозможно узнать рандом это значит что когда вы играете вместе то его либо еще рандом никому не известен либо он становится известен всем при этом соответственно саботавши со стороны одного там двух-трех участников он происходит бесследно уже то есть если трое то у каждого по два ключа и там только до двоих достаточно для того чтобы полностью все посчитать ну да например то есть два из трех схема на самом деле это тоже используется для мультисигов опять же так и собственно почему мы решили ломануться в эту территорию за стоимовое время потому что есть библиотечка которую мы используем на C++ вот ее адрес соответственно все что нам ну то есть мы ее используем на EOS все что нужно было нам сделать это прикрутить это во флоис скреплить в WebAssembly скажем так у нас возникли проблемы с вот с импортами экспортами в WebAssembly в случае флоенсом это на самом деле довольно такая стандартная ситуация когда типа вы берете кусок там плюсового кода и оказываетесь в отрезанном абсолютно мире и начинаете там чуть ли не имплементировать руками какие-то отдельные функции поэтому скажем так работающего прототипа мы вам показать не можем но собственно мы накидали как это могло бы выглядеть то есть опять же с использованием библиотеки это в принципе не сложно у меня все надо ответить на вопросы что ну это кто команда команда миксбайтс я тебе скриджотик франта прислал и грамот если ну вот ты сказал на EOS это долго но вы его все равно используете а как так получается нет смотри генерация рандома занимает большое время в EOS да получение рандома фазы ревью больше не секунды в EOS это не проходит тут есть поскольку это обсудим после да я думаю можно будет говорить про генерализацию подъема ну короче как это делать либо они должны сделать нативный саппорт либо спойлер мы делаем свой форт EOS где это все есть может подробно что это за алгоритм который предлагает получить определенную подпись там большую букву S которая была скажем так большевый вопрос то есть этому алгоритму нет почему то есть по сути подписывается здесь частями вот этого распределено разбитого ключа подписывается вот это вот значение а нет вот как раз эта особенность в отличие от подписи на эллиптических кривых ее нельзя подобрать то есть она похожа на RSA в том смысле что она дотерминированная она будет одинаковая то есть ее ну так сказать насколько мне известно да она использует спарив а как сложно было сделать под флюенс ну то есть я вот понял что было сложно скомпилировать а затем у вас получилось задеплоить на флюенс или не получилось скомпилировать нет до конца мы там какие у нас у нас до конца не смогли это а на каком этапе все это находится то есть оно не скомпилилось с первым оно на самом деле почти компиливается просто там не хватает рантайма для плюсов соответственно я взял IOS и почти получилось а какой нибудь там фронтайм под это подписали фронтайм готов осталось не комментировать где и что бы тут происходило смотрите какие то есть этапы первое мы делаем ставку мы говорим типа там ставим на какое-то число каждый участник ставит а затем они начинают накидывать вот эти самые подписи которые я показывал подписи текущего одишника игры и когда наберется две трети подписи допустим можно даже не ждать остальных участников просто сразу во первых становится понятен рандом рандомное число и как следствие становится понятно кто из них выиграл что делать с атакой типа вот сейчас я наверное отправлю но если я блин отправлю то я точно проиграю я решила не отправлять смотри смотри таким образом я немножечко повышаю свои шансы на выживание потому что если вдруг все остальные точно так же подумали и поняли что проиграют если они прямо сейчас пошли и ждут следующего чувака чтобы понять что если я буду не последний то все будет окей и в общем таким образом там народ не набирается то есть ты не посылая сразу можешь себе немножечко выиграть шансы ну это это правда я думаю на самом деле ты говоришь ты можешь узнать что ты точно проиграешь но ты не можешь узнать не смотри ты понимаешь что если ты сейчас посылаешь последние последнюю подпись и после твоей подписи происходит игра то ты точно проигрываешь и в этот момент ты решаешь а посыл а я считаю это же детерминированный алгоритм я могу сказать я выигрываю причислять 10 я понимаю что будет не 10 уже закончено поэтому давайте поговорим об этом если все